Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео-показ украшений из благотворительных магазинов. Я тут пытаюсь как-то украсить свой стол, но мне что-то... Вот тут все мои критикуют мои цветы, мои и вообще всё, что я делаю. Ну, не всё, что я делаю, простите, конечно, это просто я под впечатлением. Я записываю это видео сразу после видео, которое вышло вот предыдущее, где я очень громко почему-то сделала музыку. Я, честное слово, сделала её так же, как всегда, может быть, чуть-чуть громче. Может быть, чуть-чуть тише я её делаю обычно. Мне кажется, что что-то произошло иногда, когда видео закачивается в YouTube, происходят какие-то проблемы со звуком. Возможно, вот это то, что произошло, хотя вряд ли. Скорее всего, это, конечно, моя ошибка. Я постараюсь её исправить, я вообще уберу музыку с тех кусков, где я разговариваю, оставлю только на фотографии. Мне кажется, на фотографии это нормально, потому что, ну, вот просто фотография в тишине, это как-то неинтересно. Может быть, я музыку поменяю. В общем, я вас услышала, и я буду очень внимательно за этим следить. Какая-то у меня произошла нестыковка. Простите, пожалуйста, давайте сегодня будем рассматривать украшения, которые я купила. Я их покупала вместе с вами. И сейчас я вам быстренько-быстренько покажу вот затравочку такую, да. Вот, смотрите, 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 смотрите. И я всё это убираю. Тут же убираю. Я покупала их вместе с вами, но, наверное, это видео растянется на два видео, потому что у меня там очень много украшений. И, видимо, совмещу его, продолжение вот этого видео из этого магазина, совмещу видео с украшением, которое я приняла из Америки. Я вам рассказывала, что я ездила недавно в Штаты, и там очень-очень купила красивые вещи, дёшево довольно. Вот. Для тех, кто у меня впервые, меня опять спрашивают, зачем ты это повторяешь в каждом видео. Я это повторяю в каждом видео. Для тех, кто у меня впервые. Я живу в Канаде, цены показываю в канадских долларах, по которым я купила эти украшения. У меня на канале не только украшения, у меня на канале мода, примерки, разговорные видео, болталки. Опять же, я это говорю, потому что люди подписываются у меня на видео украшения, и потом видят, что у меня какие-то там магазины, какая-то Zara, какие-то там примерки, одежды, и у них какое-то разочарование. Просто, чтобы люди знали. Всё, давайте смотреть и рассматривать. Так, первое украшение. Это украшение бабочка. Если вы со мной тогда гуляли по магазину, то вы его помните. Я вертела его, крутила, думала, брать, не брать. Стоило оно 3 доллара. Я не знаю насчёт его винтажности. Ой, что-то мне рука какая-то. Давайте так вот показывать. Не знаю насчёт его винтажности, но мне очень понравились его кристаллы. Она довольно оригинальная, эта бабочка. Вот смотрите. Я думаю, что она не современная. Как-то вот конструкция у неё интересная. Собачка вот эта вот, да. И вот эти вот камушки вставлены вот таким вот образом. Ну, как-то, не знаю, вот. И потом она покрыта чем-то, какой-то такой, знаете, как будто сатиновая, сатиновая эмаль. Вот у меня такое впечатление. И очень красивые кристаллы. Поэтому я решила её взять. Хотя, опять же, я не знаю. Хотя замочек и всё вот говорит о том, что она не совсем новая, не совсем современная. Красивая вещь. Пусть будет. Редко, как это, редко встречающаяся вот в наших магазинах вот такого типа вещи. Ну, посмотрите. Ну, красотка же. Посмотрите, как переливаются. Ну, прелесть. Хвалю сама себя. Так, следующее украшение. Вот такая брошь. Вы знаете, я как-то не по порядку пошла. Обычно я показываю самые такие спорные, современные, не очень понятные мне вещи. А потом уже что-то получше. Маркированное, покрасившее и так далее. Ну, просто схватила, чтобы лежала. Давайте будем просто показывать в любом порядке. Значит, вот такая брошь. Посмотрите, какая она красивая. Стоила всего 4 доллара. Я тогда с вами по магазину гуляла, понабирала вещи некоторые. Вот бабочку, может быть, вы помните. Другие вещи, может быть, вы узнаете. Которые я вам сейчас покажу. А вот эту я уже взяла потом уже, когда я уже не снимала. Я уже не стала показывать ее на камеру. Это маркированная брошь. Сейчас я вам расскажу, кто это. Мне очень плохо видно и очень темно. Я не знаю, это у меня с глазами что-то. Или это у меня сильно как-то очень темные кадры. Так, давайте сразу начнем сзаду. Сзаду. Это De Orlan. Все время меня поправляют. Я все время говорю по-английски De Orlan. А вообще надо говорить De Orlan. Потому что это французское слово. Ударение на последний слог. Это правда. Я как-то по инерции все время говорю De Orlan. Так, вот так она сделана с обратной стороны. Хорошая длинная игла. Замочек такой. Вот так вот наискосок идет иголочка. И посмотрите, это брошь-шляпка. Какая же она прекрасная, очаровательная шляпка-букет. Из-под шляпки торчат цветочки. Странная, конечно, вообще идея. Но почему, собственно говоря. Ну вот так. Значит, эмаль красная, по-моему. А сами цветочки с красивыми, очень красивыми сиреневыми кристалликами. Очаровательная брошь. Совершенно прекрасно выглядящая. Выглядящая, прекрасно сохранившаяся. Практически новая. Девичья такая милая. Так, вот такие серьги. Вы, может быть, тоже их помните. Я тоже при вас их крутила-вертела. Думала, брать-не брать. Но взяла, потому что это камень. Потому что стоили они 4 доллара. Это не так много. Они очень эффектные. Не думаю, что они винтажные. Потому что, вот, в принципе, хотя... Так. Серега... А, вы знаете, что? Мне кажется, у них... У них... Здесь как-то что-то... Что-то у меня было похожее с похожим вот сзади. Вот с таким вот оформлением. Здесь вот эта вот пластиковая штука, которая, наверное, должна была быть приклеена к этой застежке. Но она отвалилась. Что-то у меня было похожее с похожим вот сзади вот такое же. Кто-нибудь помнит, девочки? Кто-нибудь знает? Задник непростой. Нельзя сказать, что это какая-то дешевая. Просто так непонятно что. Камень. Очень красивый. Не знаю, что за камень. Очень отличаются они. Ну, не то, что очень. Отличаются. То есть, два куска камня совершенно разного. Разного рисунка. Даже немножко разного цвета. Этот такой розоватый с черным. Но вы знаете, я думаю, что в ушах это не будет видно. Я думаю, что они будут как одинаковые, как пара. Я знала, когда покупала, что они отличаются. Ну, это натуральный камень. Он не бывает совсем одинаковый. Но вообще, конечно, производитель должен был бы заморочиться, подобрать, больше подобрать, чтобы они были больше похожи. Хотя, возможно, что это из разных пар вообще у кого-то там досталось. Но серьги очень красивые, эффектные. Так, я вам покажу еще одну вещь, которую я тоже нашла уже после того, как выключила камеру. Вот такой браслет. Сколько он стоил? Шесть долларов. Дороговато, на мой взгляд, они его ценили. Потому что я не вижу маркировок. Он похож на серебряный, но я не думаю, что это серебро. Скорее всего, что нет. Красивые вот эти вот черные. Я не знаю, что это. Это пластик или это стекло. Или это... Может, это камни даже? Но не пластик точно. Они холодные. Да, холодные. Возможно, это какие-то камни. Смотрите, какой браслет. Он очень хорошо сидит на руке. Так плотненько прилегает. Очень красиво. Очень красиво выглядит на руке. Не крутится, не вертится, не спадает. Несмотря на вот этот вот... Знаете, я не очень люблю такие... Такой фасон браслетов, потому что у меня они падают обычно. Так, маркировок нету, нету, нету. Я ничего не нашла похожего. Сделал очень интересно. Не думаю, что это серебро, конечно, но браслет красивый. Давайте его сюда положим, вот сюда, чтобы он нам тут озарял наш показ. Так, следующее украшение. Это вот такая брошечка. Брошечка, брошечка, в которой потерян камушек. Я этого не заметила, к сожалению. Стоила она 4 доллара. Я еще удивилась, почему ее так дешево оценили. Мне потом написали, когда я в магазине ее вертела, крутила и сказала, что я ее куплю. Я не заметила. Мне написали, что камушек потерян. Я пошла, посмотрела. Действительно, вот здесь, видите, здесь не хватает красненького камушка. Не знаю, смогу ли я найти. Размеры, формы, в общем, довольно-таки стандартные. А вот цвет вот такой вот рубиновый, знаете, это ведь надо еще поискать. Да, кстати, насчет застежки. Конечно, брошь винтажная, снежинка. Я не знаю, здесь, наверное, а нет, вот собачка. Я думала, что она потеряна. Нет-нет, все на месте. Маленькая, очаровательная брошечка. Здесь есть какая-то маркировка или, мне кажется? Нет. Вот такая вот задняя часть, очень эффектно, элегантная. Вот такая вот красивая брошь. Камни-стекло, наверное. Ну да. Какая же она красивая. Как же жалко. У нее есть белые кристаллы, вот эти красные. Как же жаль, что один потерян. Вот здесь вот. Причем, я не пойму, они вклеены, видимо, потому что я не вижу. Вот здесь есть лапки. Видите, вот это вставлены лапки, а вот это маленькие, они, по-моему, приклеены. Надо будет найти вот такой вот и приклеить. Приклеивать легче, чем вставлять лапки, поэтому я думаю, что мне удастся. Главное найти очень похожий цвет, потому что, конечно, цвет очень глубокий, красный, прямо багряный. Прямо не то гранат, не то рубин. И белые, видите, белые кристаллы вокруг. Даже здесь, по-моему, издали лучше видно, чем вблизи. Так, следующее украшение у нас это бусы. Тоже вы их видели. Видите, я их сняла со стенда, они висели на стенде, тоже стоили 4 доллара. Сначала сомневалась, но они мне ужасно понравились. И потом мне действительно кажется, что они действительно винтажные. Такие как-то, ну не знаю. Что-то производит впечатление винтажа. Во-первых, застежка. Посмотрите, застежка-бочка, которая запаяна вот в эти вот, вот в такой вот, кстати, нету здесь маркировок никаких. Которая запаяна вот в такую же бусину, из которой, собственно, созданы все бусы. Не в такой же, вернее, а такого же типа. Пластик вот похожий, да. Слава богу, ничего не разваливается у меня, не ломается в этот раз. Смотрите, какие они прикольные. Все-таки, мне кажется, что это винтаж. Сейчас такое как-то не очень делают. Прекрасно сохранились. Это, конечно, пластик, люцид, не знаю, как, что это. Вот такие вот интересные бусы. Очень приятного такого цвета, не яркого, такого травяного, прозрачный, зеленый цвет. Жемчужинки, золотые вот эти вот перемычки элементы. Не знаю, мне кажется, они... Ой, подход под мою коробочку. Винтажные и очень интересные. Вот смотрите, какую я тоже брошь нашла, уже тоже без вас. Причем я находила их на ресейле, эти броши, даже на русском языке где-то на каком-то веб-сайте. По-моему, я нашла клипсы такие. Там было написано, что это винтаж европейский. Не знаю, правда или нет, стоила она мне 4 доллара. Мне она очень понравилась. Я даже где-то находила, что были такие похожие комплекты, брошь и клипсы у Пака Рабана в свое время. В какие-то там 70-е, по-моему, или 60-е годы. Вот посмотрите, как сделана обратная сторона. Видно, что она пожилая. Во всяком случае, застежка не новая. И вот какой прекрасный, прикольный, интересный пластиковый. Пластиковая вставка. Вот это, по-моему, это тоже пластик. Мне кажется, что это не металл. По ощущению. Он теплый. Он легкий. Металлизированный какой-то пластик. Покрытый чем-то. Немножко ободранная такая. Но вот эта вот основная картинка, она в порядке. Это что-то такое морское, курортное. Потрясающее. Брошь, конечно. Причем, вот мне кажется, именно 60-е, начало 70-х. Сейчас я поищу картинку. Одну секунду. Я помню, что я где-то находила что-то. Секундочку. Да, нашла на веб-сайте, даже на русском языке, написано винтаж клипсы морячки 70-е, пластика Европа. Я поставлю вам картинку. Их оценили. Клипсы точно такие за 30 долларов канадских написано. Не знаю, могу ли я их еще купить. Я бы с удовольствием. Но я не знаю, что это за сайт. Если честно, никогда не видела сайтов на русском языке. Ну, вот по картинке мне выскочила. Ну, классно же. Морячка называется. Таки, да. Таки морячка. Так, ну так. Очередная. Очередная брошечка с жемчужинками. Оцененная в 5 долларов. Жемчужины в хорошем состоянии. Сама брошь в хорошем состоянии. Я уверена, что это винтаж. По застежке, по всему. По фасону, по модели. Сейчас снимем. Снимем. Так. Маркировок не найдено мною. Нигде. Нет. Вот здесь как будто бы должна... О, кора. Как всегда. Кора так умудряется спрятать свои маркировки. Это ж надо уметь. Я и так разглядывала, так искала. Вот она и кора. Замечательно. За 5 долларов еще лучше. Значит, брошь кора. Вот на такой вот застежке. Очень элегантная, красивая, винтажная брошь. Гроздь. Видимо, чего-то. Видимо, винограда. Немножко здесь клей. Видимо, приклеивали их, потому что, видимо, они отваливались. Чуть-чуть. Видите, исход покрытия на некоторых жемчужинах. Есть все-таки. Я что-то думала, что они прямо идеальные. Но если вот так вот очень близко смотреть, то видно. Но вы знаете, это винтаж. Ну, то есть, я понимаю, что очень хорошо, когда винтажная вещь, которая в идеальном состоянии, идеально сохранилась. Но это практически очень редко встречается. Вот. Тем более, что вы же, когда надеваете на себя вещи, кто-то к вам подходит. Никто же вот так вот, вот так не рассматривает. И вообще, винтаж, на самом деле, допускает некоторые потери, некоторые исходы покрытия, некоторые, ну, так сказать, imperfections, то есть, некоторые неперфекционные, скажем так, вещи в том, как это выглядит. Потому что этим вещам по 50-60 лет, и это, конечно, вообще удивительно, что они вообще до сих пор еще живые, существуют. Представляете, какая она красотка. Я сейчас смотрю сериал. Сериал старый. Ну, старый. Его начали снимать в 2007-м, кончили в 15-м. Это Mad Men или Безумцы. По-русски это называется сериал. Вы, наверное, все его смотрели. Его вообще уже все смотрели. Он получил кучу всяких премий, наград. А я только вот сейчас усела смотреть. Это про 60-е годы прошлого века. Я просто получаю такое невероятное удовольствие от того, как они одеты, люди. Какие на них украшения. Вот все вот эти вот брошечки, бусики. Все, что я вам показываю на них, на всех вот в больших количествах. Дамы в перчатках, в каких-то шляпках. Ну, как же это красиво. Широкие красивые юбки, узкие талии. Как красиво люди одевались тогда. Невероятно красивые вещи. И я просто получаю... Вообще сериал прекрасный. Я получаю невероятное удовольствие, глядя на все вот эти вот мои бусики, брошечки, клипсы, которые там дамы носят. Так, цепочка. 6 долларов она стоила. Это маркированная цепь Моне. Кстати, маркированные цепи Моне встречаются довольно часто именно вот в цепи отдельной, без кулонов. Или кулон потерян, или разъединили его. Или его и не было изначально. Может быть, его и не было. Купила, во-первых, потому что она маркированная. Меня за это часто ругают. Но, девочки, вы понимаете, маркированные вещи, они ценятся больше. Чем дальше, тем дороже они ценятся. Поэтому я стараюсь, если я вижу маркировку, я стараюсь вещь покупать. Если она мне нравится, тем более. Если она мне... Ну, нравится, ну так, скажем, я не в восторге от нее. То я все равно, если хорошая цена, я все равно покупаю. Потому что это как бы... Ну, вот для коллекционера это вещи, которые имеют большую ценность для любого коллекционера. Подписанные вещей. Так же, как в любом коллекционировании. Любые вещи, которые имеют какой-то известный бренд. Или там, если вы собираете открытки, марки, машинки, солдатиков, человечков и так далее. Любое коллекционирование. Кукол, там все что угодно. Имеются какие-то громкие имена. Допустим, названия фирм, которые производят эти коллекционные вещи. И, конечно же, каждый коллекционер стремится приобрести вещь с этим названием. Потому что, ну, вот так это работает в коллекционировании. Потому что они ценятся намного дороже. Так, замок. Это, кстати, фирменный замок бренда Моне. По-моему, у них есть патент на него. Он тоже немножко такой побитый жизнью. Но в замочке почему-то, почему-то быстрее приходит негодность. Мне это странно. Неужели их делали, покрывали другим покрытием, чем саму цепь? Видимо, экономили. Ну, в общем, цепь очень красивая. Квадратная такая. Посмотрите, видите, интересно очень плетение. Квадратная, толстая, большая цепь. Длинная. На нее можно надеть какой-то кулон. Ее можно в два раза вмотать вокруг шеи и носить так. Тоже будет очень красиво. Долгие рассказы и разговоры. Я просто с вами общаюсь, девочки. Показывая вам украшения, я на самом деле это общение. Я с вами рассказываю, какой фильм я смотрю. Ну, понимаете-то. Вот такая брошь. Я тоже очень долго насчет нее сомневалась. Потому что мне казалось, что я не могла понять. Что это за брошь? Стоила она недорого. Поэтому я ее рискнула взять. У меня до сих пор какие-то сомнения. Но я находила нечто подобное. Сейчас я проверю, посмотрю по моим скриншотам, что я находила. Так, давайте смотреть, что у нее сзади. Может, мы что-нибудь найдем. Да, застежка, судя по застежке, винтаж. Судя по задней стороне, тоже винтаж. Смотрите, какая игла. Игла серьезная. Здесь вообще все очень серьезно в этой броши. Такая, как это тоже кельтская. Мне кажется, она кельтская такой фасон. Вот, посмотрите. Или испанское что-то, правда? Или арабское что-то. Или индийское что-то. В общем, что-то очень этническое. Сейчас одну минуту я поищу. По моим скриншотам. Отдела эту брошь. Тоже, кстати, на каком-то русскоязычном сайте. И там было написано, что это брошь Вендом. Опять не помню, какая. Короче, не знаю. Меня заедает на этом названии. С маркировкой. Один в один. Ну, просто один в один не отличить. У меня нет маркировки. Стерлость, пропало. Отгрызли, я не знаю. Отбили, не знаю. Очень странно, правда? Я не верю в то, что... Ну, может быть, если бы делали так. Одну брошь маркировали, другую нет. Вот здесь где-то была маркировка. А у меня нет. Но она просто один в один. Причем эта брошь не новодел. Это не то, что сделали вот сейчас в Китае похожую. Потом это, опять же, это не такая вещь, которую будут подделывать. Ну, кто знает, что это такое. Понимаете, подделывают там Гуччи, Луи Виттон, Версачи. Когда вот такими вот большими буквами написано. А что такое подделывают? Зачем? Ну, знаете, есть просто вдохновляются дизайном, что называется. Это тоже не подделка, а копия. Просто копия чего-то, что было сделано каким-то известным брендом. Но вы знаете, она старенькая. Это 100%. Поэтому... Ну, может, тогда тоже... Тогда тоже делали, вдохновлялись. Не знаю. Ну, просто один в один. Я поставлю вам картинку, и вы увидите. Вот такая вот брошь. Красивый цвет. Интересный, необычный. Красотка. Клипсы. Тоже мы с вами их рассматривали, когда я их покупала в магазине. Значит, 100, они 4 доллара. Я сначала посмотрела, такие плюшки-випешки. А потом смотрю, они с маркировкой. Это брошь клипсы Кора. Чего я очень рада. Опять же, маркированные изделия. Лиза недорого. И, конечно же, винтаж. Тут еще что-то написано. Тоже. А, вот написано. Видите, Кора здесь. И Кора на самой клипсе. Как интересно. Что-то какой-то значок еще. Какая-то птичка. Напишите мне, что это значит, девочки. Вы, я не знаю. Это, видимо, какой-то год маркировки. Видимо, тогда так маркировали. На второй тоже. Ну, как интересно идти здесь. Значит, я сначала посмотрела и сказала, какие-то лепешки. Просто обычные тарелочки. Такие неинтересные. Но они невероятно эффектно выглядят на ухе. И я вам хочу сказать, что вот глядя на этот фильм, который я вам говорила, этот сериал. Там семь сезонов, по-моему, в каждом по двенадцать серий. Мы уже давно сможем сидим и его смотрим по вечерам. Такой сериал, в нем ничего не происходит, но он просто захватывает вас. Вы не можете оторваться. А так-то ничего не происходит. Просто люди живут, там работают. Короче. Ну, и весь этот флюор вот шестидесятых годов. Это прикольно, интересно. Такой немножко исторический фильм, сериал. Ну, исторический, насколько может быть. Шестидесятые годы, прошлого столетия, историческими. Но мне, как любителю вот этого всего, мне, конечно. И вот там, да, мы, знаете, вот сплошь и рядом вот с таких вот клипсах пластиковых, металлических и какая-то, допустим, красивая такая навороченная вычурная брошь похожего металла и вот такие вот простые клипсы, чтобы оно как бы не... Или какие-нибудь бусы большие, например, вот клипсы пластиковые, перламутровые и большие жемчуга висят у него на шее. То есть, чтобы, если яркое, другое украшение, чтобы не спорили, чтобы оно не спорило с тем, что у них в ушах, вот такие вот лепешки, самое то. А у них еще обычно как-то подняты волосы, какие-то прически. Они не просто волосы свисают вдоль лица, а вот какие-то прически такие красивые, навороченные. И вот такие вот клипсы, они очень эффектно выглядят на дамах. Так, следующие клипсы за 5 долларов, по-моему, тоже подписанные. И тоже, наверное, Кора. Да, Кора у нас нам везло. Эти совсем другие, изящные, элегантные. Кора вот такого типа, неимоверное количество, вы знаете, они все разные. То есть, они все похожи, но все разные. То есть, их можно носить комплектом, особенно браслеты-клипсы, потому что они похожи. И, кстати, в этом же фильме я обратила внимание, что они очень часто не носят комплектами. Бывает, что комплекты, клипсы, ожерелье, клипсы и браслет. А бывает, что разные вещи, и вот это очень красиво смотрится. Похожие, похожий металл, похожие плетения, какая-то идея похожая, похожие цвета, камни. Но, в принципе, они как бы вещи из разных комплектов. Но, именно вот совершенно нарочито разных. Но, но они очень, это очень красиво выглядит. Короче, кстати, кстати, они зеркальные, что говорит о хорошем качестве. Ну, и это Кора, мы и так видим. Давайте посмотрим хорошо обратную сторону. Значит, кроме маркировки. Так, что мы тут видим? Видите, там мы нашли какой-то еще значок. Какой-то, господи. 150 раз вверх-вниз, вверх ногами. Это клипсы, клипсы на винтах. Видите, их можно, значит, я думаю, что здесь может быть какой-то патент, но его нету. Видите, это клипса, в принципе. Но здесь есть винт, и их можно отжимать, зажимать, прижимать, чтобы вам было удобнее уху. Вот таким вот он, винт этот крутится. Я, честно говоря, не знаю, как это работает. Ну, вот как-то это работает. Патента нету, может быть. Нет. Ну, в общем, вот такие вот красивые, просто очень элегантные клипсы от фирмы Кора. Сегодня завершаю показ вот этой брошью. А давайте сделаем так. Вишенка на торте будет, я вам покажу издали, так сказать, на моем подносе, то, что мы будем смотреть в следующий раз. Я надеюсь, я вас заинтересую, потому что вот это будет продолжение того, что я купила в этом магазине, плюс американское, то, что я нашла в Америке, то, что я пришла из Америки. Я вам покажу, наверное, на подносике, что мы будем смотреть в следующий раз. Я надеюсь, это вас завлечет. Если вы еще не подписаны, вы подпишетесь и останетесь со мной. Итак, брошь в стиле Дамаскин. У меня есть несколько таких, много. Сколько она стоила? 4 доллара. Недорого они ее ценили. У меня есть такие комплекты. В общем, я часто натыкаюсь в магазине в этом на броши вот эти. Часто они подписаны. Испания, Спейн. Но вот это, по-моему, нет. Давайте рассмотрим ее хорошо. Я не вижу надписи, я не вижу маркировки. Вот здесь что-то есть? Может быть, вот здесь? Вот. Нет, просто какая-то царапина. Ну и ладно. Мы знаем, что это такое. Потрясающая красавица. Их делают с жемчужинами иногда. Кстати, мне писали, что брошь настоящий Дамаскин от под Дамаскин отличается тем, что брошь настоящий Дамаскин это вот эта вот как гравировка, резьба выполнена на отдельных пластинках и собрана в брошь. Так что вот, может быть, это и есть настоящий Дамаскин? Потому что другие у меня были просто вот такая вот брошь с какой-то вот нанесением вот этого покрытия, гравировки. Не знаю, девочки. Очень трудно понять. Очень трудно разобраться. Напишите мне, пожалуйста, это Дамаскин или под Дамаскин. Еще, мне кажется, Дамаскин, настоящий Дамаскин не делали с жемчужинами. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ой, какая же она красавица. Просто слов нет. Я когда-то довольно спокойно относилась к брошью под Дамаскин или Дамаскин. Мне они как-то не очень нравились. Сказались уж какие-то очень такой восточно-этническими. Но сейчас я просто ими любуюсь. У меня уже их большая коллекция. Я их просто обожаю. Я их просто обожаю. Они мне так нравятся. Вот такая вот невероятная красота. Жемчужины хорошо сохранились. Вот так. Вот такая вот красотка в конце нашего показа. Так, дорогие друзья. Итак, вишенка на торте нашего сегодняшнего показа. Это коробочка на следующее видео. Я надеюсь, что вот я вас завлекла. Смотрите, сколько красоты. Ну что ж, дорогие друзья. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Надеюсь, что если вы у меня впервые, вы останетесь со мной. Подпишитесь на мой канал. И мы с вами будем вместе любоваться украшениями винтажными. И не очень прекрасной этой вот всей красотой. Надеюсь, что вы придете ко мне на следующее видео. Надеюсь, что я вас заинтересовала. На сегодня все. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Бай-бай.